Всем привет! Я Лена и вы на канале Хочу в деревню. Здесь мы восстанавливаем столетний дом на хуторе. Сегодня 2 марта, отличная солнечная погода, поэтому мы решили поработать на участке возле дома. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Витя уже работает, собирает листья, которые мы сгребали осенью. Потом пошел снег. Куча с листьями припорошила снегом. И сейчас мы их будем собирать и вывозить с участка. Всем привет! Пока такая погода, надо отложить ремонт на некоторое время и прибрать участок. Хотя бы вот здесь. Поэтому на подмогу мне приехала сегодня Лена. Огромное ей спасибо, потому что я вчера за голову убрался и думаю, как тут все убрать. Но вдвоем мы сила! Лена, ты чувствуешь, как пахнет вкусно землей вот такой весной? Ну да, все равно еще, конечно, солнышко кипит, но еще холодно. Ну все равно, да. Так вообще было теплее. Ну все равно, 2 марта, в прошлом году. Мне кажется, 2 марта еще. Еще снег был. Хотя бы они легче. Да, хоть все равно уже, когда солнце совершенно по-другому живется. И сухо становится. Ветром поправ все подсушит. А ты же гости кричат? Не слежал еще ни разу? А сейчас кричали, когда ты сидишь. А птички слышу, говорит? Птички уже слышу. Что тебе здесь, Лена, нравится на хуторе или не нравится? Мне нравится, что здесь очень тихо. Там сначала работал трактор какой-то. Это бензопила. Ну, какой-то звук был, да. А сейчас тихо-тихо, только птицы слышны. Мне нравится, что солнышко и там все посыпает. Короче, здесь просто можно релаксировать. Просто вот я встала, прижалась к дереву. И соединилась, как бы это банально и смешно не звучало, соединилась с природой. Пойдем, я тебе покажу загляни, где кумпяк в севере. А ты не хочешь? Ладно. Там спросил, там ответил. Покажи, кумпяк. Вон там надо идти. Вон туда? Ага. Кумпяк крутится, вращается. Значит, все хорошо. Северится он со всех сторон. Вижу, что он еще подусел. Значит, усыхает. Все как надо. Четко. О, я нашел монетку. Сколько? Есть копеек. За Русь. А? Копейки наши, за Русские. Это очень выкрученные, наверное. Копейки наши, за Русь. Витя вырубает старые пни, потому что здесь он уже косит газонокосилкой и цепляет за них, и ножи часто ломаются, поэтому убираем, разравниваем поверхность. Мы вообще хотели убрать отсюда все кустарники. Смородину вот тут уберем, потому что она выродилась уже, совсем мелкие ягоды, старая она, я вообще хочу отсюда убрать их, посадить в другом месте, а вот крыжовник, который здесь, он уже пустил почки, его жалко, подрежем, тоже вот эти старые убираем, надо отрезать будет. А может еще ягодки будут, да, посмотрим? Ягодки будут, да, вот только надо подрезать, я уже его обработал, может потом еще чуть-чуть попозже вот берем. У нас это такая серая, налет на них все время. А ветки тоже сухие, да, будешь обрезать, ведь все с деревьев, которые поломаны, приводить надо, в общем, сад в порядок. Ну да, которые они вообще весь вид портят, страшные сухие эти ветки, правда? Ого! Вот в земле сидит, да, и не видно. Ну так, косил, косил бы косой, да? Да, сколько раз я загибал этот сук. О, вот он там, крепко сидит. Да, тут вообще. Одной рукой не получится. Наверное, у меня не получится. Да, Витя, Витя, мы в тебя верим. Все? Там корни, да, такие? На одну корягу меньше. Но тут коряг много. И на одну дровину больше. Это пойду перегну. Вот. Так разбазариваешь хозяйство, да? Дровы слабые. Сейчас надо закопать. Давай. Закапываем елку. Зато посмотрите, как территория меняется на глазах. Кучей листьев мы убрали, прям вообще, как ровный газончик получается. Да. Еще подсеять бы газончиком. Сейчас еще так ветерком все обсушит, просушит. Вообще красотень. Ну вот, Витя берется за старую смородину. Да, желковата, конечно, трошки. Она отжила свое. Я ее еще в прошлом году хотел убрать. Это черная или красная? Это черная смородина. Черную смородину надо будет по новой посадить, правда? Ну, посадить, да. Только в другом месте, чтобы не передуман. Да, когда мелкие уже ягоды, когда она уже старая, то они невкусные. Там писали, что молодить можно. Да, болезни тут старые. Посадим новенький кустик. Ой, лопата погнулась. Она не хочет, Витя, уходить с участка смородину. Там, может, клад зарыт, Витя? Может. Ну да, лопата класс. Или это у тебя силы много? Ну, вообще, нормальная лопата. Не фискарс, конечно. Обалдеть, слушай. Погнул лопату. Вот вам и смородина. Она кричит, оставьте меня. Я еще поживу. Она видишь, как укоренилась там, да? Да. О, это пахнет смородиной. О, а может, и ягодки? Вообще, просто, такой, как будто настоящий ягоды. Серьез? Да, ну иди понюхай. Огни сюда пониже. Что, не чувствуешь? Какой-то просто сырой землей. Нет, смородины вообще отчетливо так. Кто-то скажет его пересадить. Не, мы не будем его пересаживать. Все. Хозяин-барин. Типа, такого сорта уже больше не будет. Будет другой сорт. Да, мелкие они. Я в прошлом году еще на них смотрел. Думал, что выкорчевывать их будут. Ну, все. Уноси. Куда рванешь сейчас? Нет, сейчас землю соберу, вот тут, которые кроты наоборот. Кроты работают, вот, активно. Стараются. Вот, видишь, они не бесполезные. Понятно. Нарыли вот тут земли. Как раз тебе близко носить. Ну, лучше бы они не рыли. Вот пни. Вот пни. Короче, пень на пне. Вот сколько. Целая группа пней. Вот. 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 Тут копать и... Витя, главное, лопатой не копай этой. Да, ладно. Сейчас буду подгребать. Все, разговоры закончились, да ведь? Да, работаем. Ну что, Витенька, хочешь я тебе угощу печеньем? Пожалуйста. Какой? Хочешь? К чаю или Мария? Ну, я чаю пью, значит, хочу к чаю. Ладно. Витя мне выделил лошлепки. Все по-домашнему. Да. Сидим у печурки, греемся. Чаю пьем. На самом деле жарко, не похладится. Не-е-е. Витя все хорошо. Что, ты хочешь сказать, что тебе холодно? Ну. Ну понятно, кто работал как. Да? Мне не жарко. Нет, ну, хорошо. У меня пот течет. Комфортно. Ну, мы с тобой, у нас с тобой разница в обмен. Тебе и дома всегда. Жарко. Приятного аппетита. Вот мы скромненько перекусываем. Хорошо, здесь на печке всегда чайник теплый. Можешь открыть. Она не горяча? Ну, нет. А, надо закрестить качалку. Надо. Так вот сел, да? Ну, нет. Я бы не качалась. Лучше пуфик такой, знаешь, который бы сел вниз. М-м-м. Как качалась. Пофиг на пусик. Я хочу качалку. Наоборот, кайф. Вот. Видите, а сам же ты любишь его засыпать? Дергать на голову. Ну, это другое, а. Или пока часа. У меня на улице на солнце реально хорошо. У тебя еще ветра не было вообще. Муха? Да, муха проснула. Тогда, когда они были повлазили массово, я, короче, ну, попрыгнул. Тут их столько было на вапп, нападало, все. Сейчас вот есть. Ну, там единицы, наверное, где-то сидят, а не хватит. Что-то неодренное, да? Ну, наверное. Просто их очень много было повладывать. Они не ожидали, что такая теплота будет. В конце февраля, да? Не, тут не от того, что на улице тепло. Да, не, ну понятно. От того, что я затопил. Да, обычно мухам в конце февраля еще просто, да? Да. Только с ней проснуться. Вот эти штуки, которые под бревно, вот эти, это чтобы укрепление? Нет, это чтобы удержали эти доски. Раньше доски были, крепились вот здесь, да. То есть, получается, на уровне, как балка идет. Угу. Вот так и было, вот как была балка, так и были доски. То есть, ниже они были? Да. Да, то есть доски. Прямо на этих балках, получается? Получается внизу, да. То есть, вот потолок вообще был низкий сейчас. Угу. Намного я его поднял. Но придется в ваш короб, скорее всего, делать. Ну вот, даже когда я сейчас смотрю на камеру, направляю, получается на вид те намного выше. Ну, то есть, потолок, кажется, выше, чем вот, который есть вот этот, ну, не покрашенный. Так что будем красить все. Буду заколировывать краску, большую банку. Начнем потолок и... Да, конечно, зрительно сразу. Даже оно и выше, и оно такое простое сразу, да, дает? Да, свежесть. Угу. А балки надо будет контрастировать, наоборот, выделить, темным сделать. Но их точно не в белой красить. Либо оставлять так их... Да, да, но как-то их надо от... Я думаю, темным надо. Темным надо. Ну, вот Лена говорит, что если потолок и стены, все сольется воедино, белый будет. Как коробка какая-то белая карта. Ну, а балки же будут выделять. Потом здесь вот такие будут стоять стойки. Да, поэтому... Стойки такие отделяющие. Надо, знаешь, что делать? Нарисовать такой проект? О, да, попробуйте, нарисуйте. Проще сказать, чем сделать. Либо денег надо заплатить много, чтобы кто-то нарисовал. Лена пробует расчешивать. Ну, это вообще не клево. Я согласна. Ну, сколько глубоко. Ну, пока до доски не дойдешь. До чего? Ну, не следующий, а там паз от доски. Ну, до доски пока не дойдешь. Папа не, какая и нет. Ну, нужно беленькое такое проглядеть. Когда уже глубже не идет, тогда уже все. А, ну вот, какой-то ты чистил, наверное, да? Да. Ну, прикольно. Мне нравится. Больше ощущать? Ну, надо расчистить так, чтобы земля вот на краешках не оставалась. Угу. Ты имеешь вот здесь вот крашка на нога? А, да? Я не так Builder не могу. Как так? Фот tutto посуди звезда пускаются. А, так? Да. Ну да, больше платит опjäген Minut tenir, да? Да. Но не так глубоко заходит? А, просто да, вот так. Угу. мы короче решили разделиться лена будет моргать а я пойду водить замечательное определение и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Хорошо по весеннему лесу прогуляться? По дикому такому, да? Мы идем на звук воды О, здесь такой получается остров Сейчас мы находимся на таком островке С двух сторон Получается, несется вода А вот это кабаны Вот возле нашего хутера нету Ну я думаю, что скорее всего это кабаны Ну либо лоси Но вот так вот разрывают это уже кабаны Так что есть у нас немножко кабанов Но, кстати, вот видите, к нашему хутору не подходит Хотя, когда мы первый год, когда приезжали Помнишь, дороги были разрыты? Когда мы только начали приезжать, помнишь? Я вообще приезжаю, это конкретно Да, вот Вот какие камни поворовали они А вот какой камень, а? И вот камень И кричат журавли Такая вот полоса Вот, смотри, смотри Над нами пролетела журавль Но это не аист Пролетела журавль? Пролетела журавль Ну, крылыкни Она же крылыкнула Ну, эти места кажутся такими человеческими Здесь люди жили Ну, а если бы мы такой хуту купили Вот к нему такая дорога была доест Я вот смотрю, вот Антоха У него там точно Он на машине не может доехать У него там ленд-крузер И то он не может доехать Да, он там Он вообще там классно существует А вот тоже дерево большое какое Смотри, это дуб, наверное Противопожарный ров такой Пропилен Это дуб Дуб очень красивый Он растет такие раскидистые у него ветви Выделяется тогда? Да, он выделяется среди вот этого О, дубок А вот, листья, смотри Вся усыпана Да, дубовыми листьями точно А так это, наверное, молоденькие дубки Посмотри, что это листьев дубов Ну, возможно, конечно, насеянно есть Вот здесь надо идти Аккуратно тут так, немножко висковато Ой, точно, вон дом уже я вижу Ой, ой, а вот и тут Вот, смотри И маленькие, и большие Тут разные животные Ну, тупикозы и ласки Можно даже беженка его держать Вот, смотри, как тут красиво Да, смотри, какая тут место, да? Полянка такая Красивая Смотри, полянка вокруг деревни закрыта Да, тут очень место красивое О, вон еще дом Тут явно дом стоял на этом месте Ну, не знаю, может быть, когда-то был Ну, тут вот такие Ну, посмотри, как вокруг тут как раз А, вон как там романтичный И впереди, вон, видишь? Такие постройки, вон сады Ну, тут так затишно А, тут два дома Вон, три, раз, два Интересно, здесь, ну, видно, что здесь не едет Наверное, здесь никто не живет Я так думала, что никак Вот еще более уединенное место, чем у нас Сюда доест уже только на мощном Только на мощном внедорожнике Не, ну, если хороший внедорожник, то доедете Вот, смотри, это работа А ты мотоциклеты где? Нет, это каска какая-то рабочая Бутылка и каска Надеюсь, мы не встретим никого более Скелета нету здесь? А? Скелета А вот и старый Старый сад Наш старый сад встречает Дом Похоже, как у нас Да, да, кстати, бревна, да? Да, только что, кирпичная Одна труба И крыша какая хорошая, посмотри Ну, идем посмотрим Нет, посмотри, реально какая крыша Вот, наверное, мне про этот, кстати, и рассказывали Дом, который есть Еще дальше Тут вот на хуторе Какого-то горячего шифер Как будто он недавно Да, ну, старый шифер Вот такой ровненький Здесь его все прозревато Это, наверное, или лоси Ну, так прям такие Ну, здесь, если вообще такой дом, если купить И такую территорию Реально похож на нас, да? Ну, чуть меньше Видишь, тут, во-первых, окна нет Ну, там, я имею так сразу, на первый взгляд Слушай, там, не дали, может, там есть Лена, после того, как мы ездили отдыхали Мы там дом смотрели И там в доме, я говорю, идет тепло из дымохода Не, не может быть Я говорю, точно идет Ну, потому что там дом был жуткий Такой жуткий вид, да Она заглянула в окно Говорит, там кто-то Шевеление Увидишь, что движение какое-то И там выходит человек Привет, ребята Нет, сначала в окно шевеление А потом я заглянула в окно И мне кто-то говорит Привет! А потом вывинули люди Был ведь оправ, там были люди Нет, смотри, интересно, да? Ну, здесь красиво А, там сад, смотри Да И тихо так Красиво здесь Слушай, здесь дверь, как наша, наверное Да вообще, похоже А, ну, смотри, в крыльце у нас есть окошко Здесь нет окошка в крыльце Почему? Голосы? Сверху У нашей кукушки А царях у нас как открыто? Ну, тут все раскрыто Тут уже А чего это интересно? Ничего, наверное Ну, это красный такой Ну, по-моему, по-моему, похоже Даже не оберегает Ой, смотри, это похоже на наши окна Можно здесь Вот, знаете бы, чей-то Вообще похоже все Посмотри Вот на эту комнату большую, да? Ну, потолки здесь по-другому сделаны А, тоже, смотри, какие потолки И тоже полы выдрали Посмотри, какие потолки хорошие, Вить Посмотри, какие потолки Ну, я вижу, хорошие Ну, тоже пола нету Ну, лаги остались Лаги вообще целые еще Так можно зайти Тут и обувь есть, и одежда Ну, вот Вот ты боялась упасть А вот какое дерево красивое Что-то за дерево, интересно Как ты думаешь? Лиси у них такие Интересные Дупла В смысле? Ну, вот окно в стене Вот так, на бок Наверное, чтобы... Ну, смотри Видишь, ворожье? Оно неровно, оно вот так вот С одноклона Ну, так не сильно там Ну, это отчего? Ты так и делала? Значит, оно было? Да, ну, уже ободрались обои Обогрызли он Заря крест Вот никто не трогает же Видишь, люди? Вижу, да И, кстати, тоже рубероид вот есть У меня Посмотри, вон эти Карнизы остались Ну, тут, слушайте, еще и бревно крепкое Вот этот дом еще Посмотрите, может, его даже приобретите Он, кстати, похож очень Ну, единственное, говоришь Здесь уже фундамент вот подвалился Похож, очень похож на наш Но наш больше Наш больше А там, что ли, подвал? Скорее всего Вот здесь окошки эти есть Как у нас, похожие Может, тогда получится восстановить Реставрировать Есть кто дома? Нет никого Страшно Смотри, дымоход Реально страшно А где дымоход? Вон Печку разобрали Смотрите, двери здесь Наподобие наших Но тут завесы немного по-другому сделаны Смотри, щитово А, вот здесь Вот что здесь разломали Здесь, видишь, какой погреб большой был? О, обалдеть! А что там, подвал? Это уже там? Да, это погреб был такой Отлитый Как все поломали А там уже была, видишь, стенка Тоже сломали Вот лавы Тут вообще просто разломано Выпилили, да, выпилили Нет, ну почему? Ну что здесь можно восстановить, видишь? Ну, выпилили стенку Все можно восстановить Видишь, основания крепкие Бревна крепкие Ну, только сруб Это не прогнулось, да Ну, сруб я имею в виду Все, это все Да, вон, печку тоже разбили полностью Там кухня была, наверное, зарядка Да, это кухня Такая маленькая Ага Смотри, занавеска вон осталась Видишь, сверху? Да, тут была русская печка Русская печка была большая Тоже сделала на потолке Хорошая вообще Тут еще материала много хорошего Стандартно здесь растут деревья под фундаментом Ну, вот фундамент, он пошел там Хотя, вообще, в принципе Здесь очень крепкие стены Здесь вот было какое-то окно что-то Немножко угол Ну, конечно, да Он сильно раз заброшенный А смотри, посарай огромный Тоже вон, смотрите, какие вверху красивые резцы Сейчас я покажу Какая красота Ну, он чуть поменьше У нас крыша более гонкая У нас на второй этаж есть на крыше Поэтому она такая большая А вот хватать Посмотри Да Второй вход в гоме Даже сарай, посмотри, какие бревна Вторая вот тут И вон, посмотри, какое бревно в сарай Да, да Колодец, наверное, был Да? Колодец, да Колодец полный Вообще, верховодки Видите, куда он Колодец Колодцы воды полный Есть, много Какие сараи Добротные, посмотри, это хлеб, наверное Ну, сарай И вот такое бревно Ты посмотри И вот на каком Ну, вот оно бревно, видишь, оно уже на солнце выгорено Ну, она подгулявча О, и мышка Мамочка Это кто был? Мышь Черная Серая мышь А вот какой кухоры какие здесь Лен, смотри, вон детская кроватка О, как печально Где? Вон О, какая кроватка Ты посмотри Видите, какой она, посмотри Обалдеть Я таких кроваток реально Видите, посмотри Какая она милая Ты видел такие кроватки? Ну, детская Старинная кроватка Какая старинная Какая-то коляска Ой, эта кроватка Ну, там Видит маленькая такая Для мамы Да, там Ну, короче, она Ну, ее же можно Она хорошая И можно забрать Растарировать Зачем? Внуком? Детям Каким? Нибудь Ой, потолок он сверху Маскоровальница Ну, это какой-то дом, кстати, бывший Потому что тут потолок такой хороший Тут вот какое-то отверстие есть Видно, где печка стояла Да, вот печка тут стояла Наверное Ты так аккуратно В ноги смотри Не наступай Мало ли Где-нибудь эти Ну, что, идем дальше Смотреть Я всегда забываю, как называется Оранжевый Сязались, да? Да, сязались Здесь много Так, смотри Там Ну, это сарай Ой, а там же сараем Как красиво Какие-то места За сараем Сейчас ходим туда Посмотрим Аккуратно Да, здесь было сено Такие крыши А вот, смотри Видишь, уже проломилось Ага Еще один Сундук Куфор Надеюсь, тут никакого животного не стоит Не можешь использовать Это мне не понадобится Смотри, как у шифера Да, ну, это сарай Обыкновенный Сарай Да, вообще И вон дальше Смотри Да Ну, что, идем К следующему Это хотели Да? Да У соседей Немножко по-другому Сначала сарай стоял Потом дом Но это домик Уже попроще Да Сейчас скажут Привет, ребята Не надо Привет Ой, а здесь Вон пчелами занимались Да, это сарай Что тебе говорю Это сарай Такая дверь Были мощные двери В сарай А, вот смотри Отчейки для животных Видишь? Да, котухи Тут были свиньи, наверное Коровы Навоз собирали в ящики Потолок, конечно, страшновато Вот уже все Все такое Но тут сарай лучше сохранился Видите, полы такие дощатые были насланы И вот разгородки Котухи Редикюль Наверное кожаный Наверное Пойдем сходим Я хочу Улей Ну ты Можешь не идти Я хожу Посмотрю Смотрите, какие большие деревья Здесь Вау А вот, кстати, дом Сам вид Ну дом тоже большой Смотри На два этих На два дымохода Я пойду Посмотрю Пчел Здесь вообще было красиво Тут был Обалденный Кутер Вообще Такой Затишный Ну тут вообще Электричество Нигде не видно Что подходило Ой, а там Только интересное Видите Здесь Улии Такие Стоят Это улии На узко-высокую рамку Даже такую Тут в основном самодельные Они, видите, узенькие Такие Даже не на узко-высокую Вот здесь было утепление Вот эти улии, конечно, раньше были крутые Они приспособлены для наших мест Не то, что мои фальцевые Вернее, безфальцевые И зя Зюлькины ботики вам тоже здесь они Друзья Ну что, может кто-нибудь рискнет Заняться Ну это, конечно, безумие Тут уже даже дымохода нету Ничего Вот тот дом еще крепкий Там, конечно, работы просто Еще и с фундаментом Но здесь такое уединенное место Тишина такая Тут столько еще всего Можно и бань настроить И сараев И всего Тут в округе Может энтузиаст какой-нибудь появится Очень отрезано Электричества нет и не будет Ну, скорее всего Надо смотреть под ноги Потому что, наверное, может где-то быть колодец Двери Сразу встречает нас здоровенный куфор Вот такая лестница на второй этаж Ну вот это на чердак Здесь, слушай, так распланированно Смотри Большая прихожая, да? А с обратной стороны был погреб Ой, смотри Как это О, погреб Тут уже накидали куфоров С той стороны Полы здесь крутые, да? Еще крепкие Посади его на А, нет, электричество здесь было Смотрите, я ошибся Здесь электричество было Вот электрический щиток Где вход И вот остался Ну, как бы дымоход Такой стояк Здесь была печка собрана Железный кожух Железная печка И дымоход Он шел К нему подключалось Ну, кстати, полы еще нормальный Потолки тоже красивые Как ты думаешь, такое реально восстановить? Ну, если очень много у тебя денег есть, тогда да Ну, мне кажется, что тут все снести Что здесь восстановить? Ну, не знаю Ну, не знаю Тоже современные выключатели такие двойные Да, тут же видно так, смотри Видите, здесь строили погребы под низом Вот здесь здоровенный громадный шкаф Ой, здесь еще русская печаль она стоит Ну, частично разрушена Иконы остались И старинный шкаф Лена, посмотри, какой здесь шкаф старинный Да тут видно, смотри, какая Обувь еще Так, ну, относительно недавно жили Потому что потом разбомбили, конечно, дом конкретный Посмотри, какой шкаф Закроют дверцы А, вон, смотри, какие балки А, с одной стороны нету Отломали, наверное, где-то валяется здесь Может, спалили? Кто-то что полил-то А, о, русская печка с плитой Это, она похожа, кстати, на нашу Ну, была, когда стояла у нас О, печка большая Да, это очень похоже на нашу, которая была Тут вот печь, только что она развернута была Другой стороны Нет, даже так же стояла Только у нас дымоход с этой стороны был А тут дымоход с этой стороны Тут вот печка была Которая такая, плита Летом ее топили А вот эта русская печь А вот, смотри, висит щипцы для бреда Да Одежда Старая Ну, сколько люди, смотри, так они уезжают Это же так грустно Они вот уезжают и оставят свои вещи Да, и холодильник какой-то А бревна-то какие желтенькие Обалдеть Мы услышали, вот когда замерли на тишину Услышали, как журчит вода Идем Вот еще какая-то построечка Ну, типа такого сарайки Здесь очень красиво Это вот мы Туалет, смотри, какой современный Ну, да, туалет большой, кстати И вот здесь журчит водичка Такая сажилка заплуда А там журчит вода Красота здесь Интересное место Классное? Ну, если честно, меня это ощущает Как-то не дико Здесь очень круто Листы Короче, вот мусорка Видите, как люди раньше жили Все сбрасывали вниз, вниз Ну, это как я Вот столько же самую вынес Вот здесь бежит ручеек Весенний Всегда Канавка такая Красивое место Относительно недавно здесь еще жили Лет 10 назад, наверное, да, думаешь? Я думаю, еще да Ну, не просто да Ну, правильно, там даже календарь Вот у соседей лежал в 12-м году Примерно, да Даже, может, и Ну, да, 10 плюс-минус там Как журчит вода красиво Ну, там где-то водопад есть Надо туда сходить А елка вон, какая на горке Елочка, да Вот, а здесь выкопан пруд Видите, он такой проточный Вот там, где елка, кстати Там эта горочка Туда грунт выняли А здесь накопали Значит, как-то сюда же доезжают Тракторы доезжали А вот какой дуб Ого Ого Вот это дуб Лена, пойдем сходим к нему Вот это дуб Пойдем его Мы его не обнимем даже Перелезем А, кстати, здесь вот был Здесь был мост Пена, пена Сейчас я найду, где перелезть Найду Зязюлькины ботики, кстати, здесь растут Зязюлькины ботики растут здесь И вот яблони Старые Как бы я хотел увидеть Когда здесь люди жили Как здесь было хорошо Прибрано Яблони Все тут Покошено Почесано Такая ручеек Такой бежит Такой дуб растет Сейчас мы покажем вам Какой он вообще В обхват На камеру он кажется маленьким Но вы просто поймите Какие разголенастые здесь штуки Вот это место Так, мы перебрались На эту сторону Обалдеть Вот это Я просто Такие громадные Какие у него ветки Вот это да Вот эта ветка у него отвалилась Да, дна? Лена, послушай Тише Журчит ручей Кричат Это еще круче, чем у нас там На хуторе Ты хочешь залезть на дуб? Да Красивый вид Красивый вид Сейчас я помогу тебе Подам руку Ты двигаешься Очень Не холодно Она не ровнутся? Не, она получилась Так, ну вот фон, да? Где Лена сидит Какой он Вот сейчас реально видно Какая ты маленькая И какой он громадный Ой, дуб Сколько тебе лет? Да я говорю, сколько? Ему, наверное, 200 лет Точно Потому что такой толстый слой Этот ствол Мы его попробуем обнять с тобой Не обнимем Тебе надо прыгать Тебе надо прыгать Теперь сюда надо прыгать Теперь сюда надо прыгать Снимай, ну? Не знаю Давай, давай Ты мне телефон в кармане Аккуратно Витя, ну что ты делаешь? Ну пусти, я тебя славлю Давай, пускай Давай, попробуем его Давай, Витя, загадай желание Давай здесь Вот мы с тобой Здесь Иди сюда, Лена Ну не куда идешь Там Так И вот три человека Надо, чтобы его обнять Вот такие впечатления Надо получать Просто дуб Это гигант Монстр Тут вот его Младший братик Растет совсем маленький Ни о чем А вот это Вот это монстряка Ну ему 200 точно А может и 300 лет Три человека Обнять не могут Значит 300 лет Мега монстр Она говорит Видеть бы здесь и те места Когда он был Такой маленький Такой росток Прорастал Сколько всего он видел Сколько людей Сколько его трогало людей Сколько проходило здесь Здесь очень красивое место Там он Еще дальше вон сад Пойдем там Может тоже дома какие-то были А где потом Сторон дома Потом туда Это туда? Да Я бы шла туда Серьезно? Да, конечно Мы же оттуда пришли Да, конечно Мы пришли оттуда Вот смотри Видишь дом Где сняты Я тебе говорил Сняли шифер С дома Я бы шла туда Жалко, конечно Эти дома Что они так разрушатся Это очень так печально Тут красивое место Как-то это здесь может построиться Новые дома Наверное Никогда уже Здесь ничего не построится Ну, скорее всего Это были уже не хутора Наверное А может быть А может и хутора Но в плане того Что здесь вот тоже Видно были раньше Дома еще Вот здесь на возвышенностях Сейчас мы сюда идем Какой камень Но здесь так все порыто Это явно роют Дикие кабаны Но это не могут рыть Лоси Так лоси разрывать Вот Смотрите, свежак Вообще Это сегодняшняя земля Разрыта Точно, верно Это сегодняшняя Вот Потому что здесь Видишь, как слизка Она прихватившаяся А здесь вот такая Свежая, рыхлая Мы их спугнули Кабанов этих Ну, пойдем Сходим туда Наверх И потом будем возвращаться Хорошо сегодня Гулять Гулять Здесь вообще Летом же не дойдет Все, трава такая Наверное, стоит Что просто Выше Выше головы Вот впереди Сад А вон Высоковольтные линии Да, эти вот Мы ехали Высоковольтные линии Да, здесь было Сто процентов Лен, только смотри Под ноги Чтобы колодца не было Колодца Ну, не наступить В колодец А у камня есть Значит Вот там дом стоял Видишь, там вон Шифер даже сложен Мы сейчас посмотрим Были здесь тоже дома Яблони Тут вот Тропы натоптанные Зверье ходит Зверье Там вон Болоты Видишь, вот Мы идем Ну, фундамент Я же говорю Его шифер сложен Видишь, в пачечку А ну, сразу видно Вот Деревья такие Поросшие Где были дома Ну, бутылки Само собой Ну, здесь был дом Да Фундамент вот такой остался Полностью, да Снесли Наверное, разобрали Сруб повезли Вот шифер еще сложен Аккуратненько Ну, это уже больше Наверное, 20 лет Тоже хороший был Ну, такой относительно Тесаны, видишь Тоже вот Крыльцо Вот было крыльцо А смотри Тут тоже Этот есть Подвал Выложен из камня Тут Похож О, видишь, Лен Вот печка Русская стояла А вот был Вот был подвал Вот так вот Был Да Вот там еще Следующий дом Пойдем туда сходим Еще А, вот, кстати Столб стоит Здесь было электричество Только смотри Под ноги Колодец Блин, ну как узнать Где он Ну, ты ж увидишь Дырку Так может она За икеану Траву Какой-нибудь Тут все Срыто Тоже Такими Рытвенными А чего Кабаны Ну, крышки Ищут себе Раньше Люди садили Всякое 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 Видишь А вот Лоси Свежая Свеженькие Вообще Вот То, что это было Какая-то построечка Сложилась Полностью Земля Ее впитала И вот Это, наверное Сарай был Да Из камней Фундамент Сделан Может какая-то Банька была Или что-то еще А может быть И даже и дом А вон Крышка От колодца Тут Тоже могучие деревья Здоровые Большие Но крышка Колодца Валяется Так Значит Где-то Где-то В колодец Надо аккуратно Вступать Тише Шумят ручьи И там Где-то Долит Техника Какая тишина Обалдеть, да? Да Вот столб Слушай, ну вот как-то Раньше вели Вот я удивляюсь Раньше люди жили Подводили Электричество Какую-то рамку Этим Сейчас же у нас Ну вот купи ты этот дом Да ты в жизни Ты не добьешься Чтобы тебе подтянули Электричество Скажут Нет возможности Жравли Нет постанции Это еще что-нибудь А вот порховка Стоя какая большая Вот смотри Гриб дождевик По нашему порту Знаешь Со сказкой Как про бабушек Папу Йок Выставали Как из этого Шифер На дорогу хорошо его Вот здесь была дорога Вот И она шла туда Она полностью развалилась Интересно А что там Куда туда Идешь Блин Вот был бы у меня мотоцикл Я бы туда Все разведал Ох Как круто Ну что ты не жалеешь Что мы не пошли Такой хороший Вот сюда подходит Несмотря на много лет Вот сарайка покатился Ну все равно Вот видите Мы могли кстати Вот здесь перейти Но здесь Сажилка глубокая Там даже какие-то пузыри Может какие-то караси Есть в этой сажилке Ходят Ну если ходят То они Пахнут серой землей Да То они уплывут Туда В океан В водопадик Ну смотрите Как тут красиво было Да Весна просыпается Так журчит ручей Выходишь Тут сад Все почищено В рядок Посажены деревья А какие они старые Эти яблони Какая здесь красота Люди пчелами занимались Были пчелки Ой так все просыпалось Клены большие Красота Тут такой пейзаж Там болотцы Ручеек бежит Детвора Запускает кораблики Идиот 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 Счастливого тебе плавания Корабль Это же в детстве Было такое мое счастливое детство Я вот так запускал кораблики Тоже разные банки Шклянки Все что было Делали кораблики тоже Лен Смотри Он кружится Застрял корабль Ты застрял Тебя надо спасти Оп Оп Поплыл Ура Корабль плывет 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 Корабль По бурной реке А так классно идти Вот рядышком можно идти И смотреть Это в детстве было самое веселое Бежать вдоль речки И смотреть как плывет корабль Вау Вот это красота А смотрите А здесь сразу Вот Пуня Ну 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 Корабль корабль Сейчас его в бурную реку заносит Первый его Опа Немножко набрал воды Все Сейчас затонул корабль Опа Выплыл Классно здесь Вообще Как будто я в детство попал Спасибо этому ручейку За счастливое мгновение Из моего детства Из моего детства А еще вот смотрите Тоже ульи Разбитые Никому не надобные Сейчас я олене Кое-что покажу Интересное Она удивится И скажет Вау Я такого никогда не видел Иди за мной Здесь конечно все повалено Вот это покручено Вот это покрученное мощное Старое дерево Яблоня называется Яблоня Яблоня Не очень Такие крученые Всегда А вот смотри Лена Какой большой Большая ветка От клена отвалилась Ну такие клены И у нас есть А вот Пуня была Сена там Пуни Потом еще Вот была Какой-то Ну не знаю Для чего Это яма Такая здоровенная Но что-то было В этой яме О, сухая елка Елка высохла Вот это сухая елка Да Так Мы идем Здесь Шифер Аккуратно Сейчас-сейчас Я что-то могу понять Только где я его видел Чтоб тебе рассказать Ага Все Понял Сейчас идем туда Вот еще такая Ну типа стажарки Здесь тоже что-то складывали Может быть просто разобрали ее В плане того, что Ну сняли доску Которая она была обита Ну бревна такие Мощные Вот я нашел То, что хотел показать Дупло? Нет Ну и дупло тоже можно посмотреть Смотри какое большое Какие большие Какие большие старые деревья Тут очень красиво Не знаю Вот тебе не чувствуешь Как здесь просторно И так уютно Здесь я вот представляю Как здесь хорошо Когда тепло Сейчас просто холодно А вон и банька А ты мне хотел показать дерево Вон там обгрызенное Да Это бобры? Да Идем Красиво, да? К дереву Бобрам Бобры добрались До сада Это яблоня Посмотрите Как они ее уработали Здесь живут бобры Они сделали себе Запруду Тут конечно Бурелома Как красиво Просто произведение искусства Правда? Песочные тесы такие Знаете Как они вытоптали Здесь ходили Какая стружка О, хорошая пила Крупная стружка Класс, да? Просто Гляньте Какой красивый Какой красивый рисунок Да? Вот природа делает Да Вот это красота И главное Все на этом закончилось Здесь немножко погрызли Кору Ух ты А тут Как все попадало Банька Банька по черному Да Вон окно вынималось Смотри Как закопчено Закопчено Банька по черному Была Тут кстати Могут быть бобры Ой, пойдем Бобры? Бобры Ведь не лезь Оттуда вот в трубу Никого здесь нет Ой, это вот так Ну уже баньки по черному Чуть-чуть Только совсем отдаленно Пахнет А ух Какое дерево Красивое Это очень странно Банька по черному Выходишь из бани И воняешь Почему ты не воняешь? Лен, ты просто не была ни разу А что это ты делаешь? Ну ты же воняешь таким Нет Дымом Как? Ну потому что ты уже Когда там моешься Ты не топишь Дым весь вышел уже Да? Да А ты мылся тут? Конечно Где? У дедушки было воняем по черному Где дареньки Ну дерево класс, да? Оно еще, между прочим Было живое Это они Проказники в этом году И вот так Ну красиво подпилили, правда? Как будто резцами такими Сделаны Ну, это реально тонком Внизу как красиво Да Смотри так Да Полностью вообще А вот Видно Вот эта часть Это когда вот Дерево Ну Прививали на корень Вот так вот Прямо от корня То есть корни мощнее Так Потом пошел ствол На дичку, короче, сажали Ой, круто Кстати, вот я тоже нашел Это столбы Спиленные Электрические Да Куда? Сейчас пойдем Вот видите эти столбы Ну все Пока красивое место Мощный хутор когда-то был Жалко Был бы у меня Хотя бы Сто тысяч долларов Я пришел Все эти места Восстанавливать А зачем Так надо? Для людей? Ну, чтобы людям Показать Вот просто все Расчистить Не убирать эти яблони Их просто почистить Вот это место Все Похожие построечки Построить Дома Восстановить эти И вот Ну, говорит Что они Ну, настоящие Такие крепкие Не знаю, каких годов Они построят Ну, очень похоже Вообще строение Вот на наши дома То есть, когда строились Это Еще строились При Польше Здесь, скорее всего Потому что Везде есть эти Подвалы Такие сделаны Каменные Здесь жили люди Походу Не бедные Сколько орешника Здесь Все Все садили люди Сами Вот такой дом Вон там дом Похож на наш Но он меньше Правда, Лена? Меньше, конечно И крыша И крыша Меньше За счет того, что Видишь, там же На дирку Много Так Нам здесь Надо Пойти Ну, тут Только Дикие животные Теперь живут здесь Скрипя нам Говорит Пока Это дерево Я думаю Я сюда Еще вернусь Может кто-нибудь Приедет на хутор Гости какие-нибудь Я свожу Покажу И человек так захватится Что Решится Вот здесь Что-то строить Делать И тут Еще такое место Я думаю Это ничейные дома Надо Селесоветам Говорить Чтобы их Вносили В реестры Если они Еще не в реестрах Но скорее всего Что вряд ли И тогда Тут можно Снова жить Вокруг болота Ручеек Красота Строй баньки Живи И радуйся Вокруг Вот Единственное Не знаю Чьи это земли Если это у нас парк То вот это Все трогать нельзя Что лежит Ну это Конечно Утопия Потому что Людей Которых Есть деньги Большие Таких Единиц Которым Закончится Такое место Восстанавливать Они лучше Купят себе На берегу реки На берегу реки На берегу реки На берегу реки На берегу озера А это место Обречено И оно будет Заброшено Вандалы Потихоньку Растянут Что останется Добро Я имею ввиду Бревенчатые На дрова Попилят Ну Все равно Хоть что-то Да ну Такими дровами Вот я топлю Сосновые эти дрова Которые сделаны Дома Ерунда полная Ну я к тому Кто-то говоришь Вот вандалы Ну они все равно Вот валяться Гнить и все Если бы они Не издирали Вон шифер Как это знаешь Дом бы еще Стоял и стоял А зачем Если бы они Не рушили Ну стоял бы Что от него Может кто-нибудь Захотел бы жить Куда нам Наверх Просто странно Что люди Которые оставляют Эти дома Ну там понятно Ну старики Умирают Но В большинстве случаев Уже есть родственники Потомки Почему там Не продают Эти дома Там Они просто Просто пропадают И все Правильно? Пока еще В таком виде Не самым ужасным Да Разобран Не знаю Почему так и происходит Просто знаешь Типа бросили и все Вот мы возвращаемся Домой И вот уже Дорожка на хутор Одна из дорог Заезда И там Виднеется Ульи И Видно Что здесь Люди живут Это так Намного теплее Там конечно Так Холодно Там красиво Светло Но холодно А тут У нас красота Ура Так что Приезжайте Тут тоже Хутора Выкупайте И давайте Строить Будем потом Хуторе Ездить В гости На квадроциклах Хуторе Хуторе Продолжение следует... 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 и туда буду краску вот этой лаком белым белесом забивать тоже по максимуму узкой кисточкой буду сюда прокрашивать все это отдельно ну и все на этом туда забивать их и заделывать швы не буду вот я сделал тоже здесь вот когда он узенький ничего это видите шпатлевка просела я туда и забил конопатки все равно она просела то есть еще несколько слоев надо но это очень долго гуляться это просто потом еще целый год можно только одну эту комнату делать вот на обратной стороне так а сколько у нас 19 градусов на обратной стороне тоже сделал сейчас все вышли ходу а кстати где делал я заделку из пва она конечно жестче чем шпатлевка получается такая некрасиво мне не нравится тоже надо будет вышлифовывать друзья вот и подошел к концу наш рабочий день сегодня мы отлично поработали на улице сгребали прошлогоднюю листву видите свозил это все в компостную яму домом расчищали швы на полу расчищали я расчищала давите показал мне как это делается вроде с виду да это так достаточно просто на самом деле руки устают но зато результат не может не радовать конечно да мы приближаемся все ближе и ближе к финишному ремонту конечно еще большое дело и окно и отделка той части которая вот где повреждено сильно бревно но уже скоро тут швы потом покраска потом пол но потом остались ждать когда удастся заказать одно и будем ставить а вообще сегодня удачно провели день интересно плодотворно да плодотворно поэтому можем смело ехать баню да сегодня поедем баню а еще хочу сказать что вот как два человека уже насколько много сразу дело сделают если бы один был я бы хорошо если бы за день закончил там убирать только вот то что убрали но никак бы не продвинулся с расчисткой вот это мне помогла потому что очень тяжело так что спасибо что смотрели лайк обязательно поставьте ну все до новых встреч до скорой встречи пока пока